Ребята, я сегодня расскажу вам историю прошлого года. Меня зовут Ксюша Петрова. Я вам расскажу, как мы из MVP, очень простого, наколеночного, который сделали за два дня. Выросли его в 15 раз, какие нас ждали сложности, как вообще с этим всем жить, особенно когда у тебя масштабируется команда и масштабируется весь продукт. Немножко при себя. Работаю в компании Best Doctor как хед продукта и как руководитель большого направления. Три года преработала в Skyeng, как хед монетизация. Отвечала, была частью силовала и отвечала за юнит-экономику и бабки. Сегодня история будет посвящена одному из наших продуктов Best Doctor. Кто вообще знает, что такое Best Doctor? Вау, блин, ребят, это вообще очень классно, потому что я спрашивала этот вопрос год назад и рук вообще не было. Если коротко, Best Doctor, это технологический ДМС. То есть мы на рынке медицинского страхования, у нас свои врачи внутри, и мы все пытаемся революционировать рынок ДМС, который очень старый, вот, и сделать все по красоте так, чтобы у медицины было классно пользоваться. В прошлом году мы выросли в четыре раза и подтвержденная оценка у нас была больше 90 миллионов долларов. Так, а куда тут? Ага, окей. Начало истории. Шоковид. Соответственно, мы медицинская организация. Шоковид был, ну, там, начало ковида, если вы помните, когда еще никто не знал, что это такое. В общем, никто не знал, как это лечить и так далее. Было гигантское количество стресса у людей, прививок не было. И наша единственная задача в тот момент было понять, а как мы можем помочь людям. То есть это, ну, в смысле, у нас единственная такая история была, так, как мы, как медицинская организация, можем помочь. Мы с врачами подумали, что, окей, как бы, давайте откроем просто линию обращения там к нашим врачам, которые будут дежурить 24 на 7, отвечать на вопросы, ну, типа, про ковид, отвечать на вопросы про то, что делать, если что, вызывать скорую и так далее. Забацали MVP в Дискорде. Кто не знает Дискорде, это то же самое, что Телеграм. В общем, там есть аудио-чатики и все остальное. Вот, короче, забацали просто за два дня, просто сделали, короче, все там, не знаю, там чатики. Туда у нас выходил, ну, типа, определенный, определенный врач, который отвечал. И мы думали, что, окей, как бы, в этот момент у нас было ожидание, что к нам будут, ну, типа, люди приходить с ковидом, с какими-то очень вопросами, или вообще, может быть, даже это не нужно будет никому. Но получилось так, что у нас больше 50% было не про ковид. Ну, то есть, в самый такой жесткий момент вот ковида у нас больше 50 вопросов было вообще не про ковид, а про какие-то вещи, не знаю, там, типа, с эндокринкой, еще что-то. Ну, короче, и мы поняли, что это, на самом деле, история гораздо более шире. И изначально мы вообще не ставили никаких бизнесовых показателей. То есть, у нас не было такого, что мы такие, так, мы запускаем этот продукт, он должен принести много денег, и мы сразу же поставим на него таргеты. Мы просто сделали чат, потому что, как бы, нам, ну, мы считали искренне, что это может помочь части наших пациентов. И в какой-то момент мы поняли, что, окей, как бы, вроде запустилось гигантское количество каких-то альтернатив, в том числе для наших пациентов. Мы хотели закрыть этот продукт, но получили такую волну, как бы, подкрепления, то, что люди такие, блин, ребят, пожалуйста, только не закрывайте, вот ваш чатик, я туда хожу. Ну, самым нашим адептом был наш главный бухгалтер, которая туда приводила свою семью, подключила всех своих родственников уже. И, короче, в общем, что, короче, вот она была самым главным адептом того, чтобы ребята, ни в коем случае не закрываем, это помогает людям и так далее. Редко такое слышишь от главного бухгалтера. И в тот момент мы поняли, что, короче, что-то мы нащупали, это не просто MVP, а это как что-то получилось, то, что люди даже любят. Хотя изначально такой цели не было, и изначально мы даже, ну, то есть мы садились и такие, блин, что вообще, что такое наш продукт? Что мы дальше будем масштабировать? Типа, о чем это вообще? То есть вопросы максимально такие на этой стадии у нас были, а за что вообще нас любят? И что дальше может быть самим продуктом? Потому что в какую-то волну ты попал, но ты не понимаешь, что дальше. Ну, то есть типа, что является твоим продуктом? В этот момент, то есть у нас было, не знаю, там меньше, наверное, там 100 пользователей на тот момент. Ну, то есть и для того, чтобы пройти к тысячам пользователей, ты должен очень четко понимать, что ты, зачем ты, в какую боль ты решаешь. Для себя в этот момент мы просто каждый день разговаривали с пациентами. Вот у нас был наш замечательный главный бухгалтер, вот все ее родственники, мы садились с ними, разговаривали, узнавали, что как бы, ну типа, для них является основной ценностью, почему они не идут, например, в Яндекс.Здоровье, почему они не идут в клинику и так далее. И поняли, что как бы все это мы делали для того, чтобы вычленить определенные вещи, потом их усилить и перейти на следующую фазу масштабирования. Мы поняли, что для людей очень, особенно в Москве, история со временем – это прям очень большая проблема. То есть и, соответственно, доступность – это одна из больших проблем. Вторая проблема, которую мы решали, это доверие, на самом деле. Почему-то нашим врачам все говорили, типа, ребята, через ваших врачей мы чувствуем заботу, а когда я прихожу в клинику, я это не чувствую. Вот. И мы пытались понять, а что же, как бы, в чем наше принципиальное отличие, потому что наш основной конкурент – это все-таки люди не выбирают между тем пойти к нам или в Сберздоровье. Люди выбирают пойти в клинику, либо пойти к нам. Мы начали смотреть, а что, как бы, ну, типа, внутри этой индустрии есть такое, что, как бы, ну, типа, от чего мы можем очень сильно отстроиться. И выделили несколько вещей. Первое. Кто из вас вообще, ну, там, типа, ходите в клинике, да? Ну, пользуетесь присутствием врачей? Раз, раз. Ага. Вот есть такое иногда, ты приходишь, короче, к врачу, я не знаю, с соплями, а он тебе назначает три листа анализов. Вот кто не сталкивался с таким? Вот. Короче, очень простая история. В обычной клинике кипяй врачей на средний чек. Больше 50% зарплаты зависит от того, как ты продашь пациенту. То есть, не клятва Гиппократа, не на то, чтобы ты выздоровел и так далее. Единственная составляющая, которая драйвит их деньги, ну, то есть, это, по сути, выручка. Ну, то есть, по сути, врач в клинике – это сейлс. И это очень сильно чувствовалось с точки зрения, как бы, ну, типа, такой гигантской проблематики, там, самой отрасли и гигантской проблематики того, что за человеком… Ну, то есть, следующий момент – это то, что в целом врачу все равно, выздоровеешь ты или нет. Он не ведет тебя до выздоровления. Он ведет тебя до назначения анализов и, соответственно, до того, чтобы ты, как бы, на типа, больше бабла ставил. И мы начали думать, что, окей, а как мы можем, ну, в смысле, сделать по-другому? Для нас в этот момент, когда мы как раз только формировали продукт, мы увидели несколько корных вещей, которые, на самом-то деле, они в целом не изменились. То есть, у нас уже там много тысяч пользователей, но корные вещи, они не изменились. Первое, мы поняли, что нас вообще не устраивает история, то, что, типа, кипяя врачей на, там, ну, смысле, на средний чек. Мы поняли, что кипяя наших врачей будет на выздоровление, на то, что ты провел человека и сопроводил его от нуля до единицы, да, то есть от нуля, когда он болен максимально, чувствует себя, там, ну, максимально плохо и, там, уязвлен до того, как он здоров. И, ну, то есть ты его можешь спокойно отпустить. Вот эти вещи, они, на самом деле, легли потом вообще в орг структуру, в процессы, которые у нас внутри, в то, как бы, каких врачей мы нанимаем, в то, как строится продукт, в то, как, ну, вообще, что у тебя там, ну, смысле, что ты дальше пытаешься масштабировать. И мы таким образом попытались, как бы, сначала на коленках это провернуть, у нас классно заходило, то есть это прям, как бы, с точки зрения проблематики пользователя очень, ну, в смысле, максимально отражалось. Но приходит следующий вопрос, это то, что мы уже переходили за сотню, перевалили за сотню пользователей, начинали, типа, масштабироваться дальше, и тут, как бы, такой очень стандартный вопрос, а где деньги, Зим? Вот, типа, классно, вы нашли какой-то маркетфит, но кто за это будет платить? Инвестора? Для того, чтобы нести, не знаю, там, пользу массу людям. Конечно, классно, но, как бы, они тоже не, ну, то есть, не, так скажем, некоммерческая организация. И тут мы столкнулись с тем, что нам нужно было понять, а кто будет являться основным нашим потоком revenue stream-а, что будет. На этап, еще когда у нас было несколько, там, сотен пользователей, мы попытались, не знаю, там, ну, короче, все модели, примерно, монетизации, которые мы видели в медтехе, мы их протестировали и пытались понять, а что будет заходить, не знаю, там, продавать по консультациям, по подписке, по еще чему, да, короче, не знаю, апселить HR-ов, не знаю, апселить просто людей, которые, не знаю, пользуются ДМС-ом. И помню, что пока рынок к таким вещам не готов, то есть, они готовы очень классно, типа, пользоваться, и это важно, когда тебе это дают, но пока, как бы, настолько не готов рынок к тому, чтобы, типа, платить из своего кармана, что в этот момент мы очень сильно такие, блин, окей, классная вещь, но масштабировать мы ее не можем, денег нет, вот, денег нет, ну, вы держитесь там. И тут мы поняли, что есть другая, ну, типа, другой стрим, который достаточно часто все забывают. Если это не единственный продукт, а у вас там, типа, внутренний продукт внутри вашей корр-модели, например, внутри ДМС-а у нас виртуальная клиника со своими врачами, со своими консультациями, вот, мы поняли, что мы можем оптимизировать издержки на том, что гигантское количество фродов в клиниках, медицинские пути, которые начинаются через нас, они более выгодны для нас и более выгодны, на самом деле, для пользователя, с точки зрения оптимизации времени, с точки зрения заботы и так далее. И понял, что, блин, основная наша модель, на самом деле, будет это кост-каттинг, то есть, снижать издержки на основном бизнесе. И наш ременью стрим – это, по сути, основной бизнес. Это позволило, ну, то есть, когда мы поняли, кто за это платит, как, ну, короче, построить свой пель и так далее, мы приступили к масштабированию, и есть такая история, что, типа, кажется, что масштабирование – это такое, типа, классно, так, и мы растем, и все на таких конференциях рассказывают, короче, мы выросли в три раза, мы выросли в пять раз, как это весело, как классно, и все, как бы, ну, типа, сидят и такие завидуют, что вау, чуваки так выросли, вообще офигенно. Но есть другой момент, посмотрите на этих людей, когда они в кувуарах, короче, потом вечером за бокалом винишкой и просто такие, о, боже, я помер, короче, не знаю, 300 раз, как бы, тринит стадии выгорания там и так далее, потому что масштабирование – это прям, ну, типа, очень большая боль, ну, то есть масштабирование организаций, оргструктуры и всего остального – это большое количество, там, препятствий. Мы столкнулись, короче, совсем, я не знаю, баланс спроса-предложения, то, что я не знаю, у нас в некоторых моментах не была готова оргструктура, с тем, что мы не могли, не знаю, найти врачей, с тем, что мы не могли в какой-то момент, не знаю, нормально вырасти и так далее. Ну, то есть у тебя славишь гигантское количество проблем, которые возникают на стадии масштабирования. Для каждого из вас, в зависимости от того, там, из-за операционного у вас продукт неоперационный, будут свои проблемы. Но для нас очень важно было, по каким принципам мы решаем эти проблемы. На самом деле они ключевые. То есть не конкретное решение, как решать баланс спроса и предложения, а конкретно по каким принципам ты принимаешь решение. Первый принцип, который мне помог, это all-in. Ну, то есть, короче, вот когда ты можешь теперь, что у тебя вот все горит максимально, команда горит, короче, либо уже у тебя всегда не хватает людей, у тебя всегда не хватает ресурсов на то, чтобы сделать все проекты. И на самом деле единственное, что ты можешь сделать как менеджер, это сделать свои ключевые ставки. Ключевые ставки на определенный проект, ключевые ставки на определенных людей. Еще раз повторяюсь, вы как менеджер, если вы особенно, как бы вы уже не работаете руками на более высокую позицию, в первую очередь вы делаете ставки на людей. Дальше это на самом деле 90% вашего роста будет. Следующий принцип, это то, что, короче, вы должны позволить гореть каким-то вещам. То есть не было, наверное, ни дня, когда мне не звонил кто-нибудь из инвесторов, например, там Феликс, или, например, там Марк, или, ну, то есть наш СЕО, и не кричал в трубку, что за херня, я сейчас этим воспользовалась, кнопки неудобные, UX приделайте, короче. В общем, и вообще врач был какой-то неопрятный, или это поляк, короче, бросайте все завтра, чтобы это было сделано. И в этот момент, как руководитель, у вас есть дилемма. Сказать, о боже, да, измени, пожалуйста, сейчас мы все поправим, это вообще случайность, как бы, ну, типа, блин, чувак, такого больше не повторится. Или, как бы, отстоять свою позицию, сказать, слушай, чувак, я понимаю, но это не приоритет. Это не входит в топ-3 наших проекта сейчас. И если, ну, как бы, мы все хотим отмасштабироваться и так далее, это сейчас не приоритет, я не буду отвлекать на эту команду. Это суперсильно сложно, особенно, когда у вас прессинг, ну, типа, с разных сторон, высоко таких вот серьезных ребят, у которых ценное мнение того, что ты срочно должен сделать и срочно должен пофиксить, вот. Но по факту, если вы начнете размывать фокус ребят, ну, фокус своей команды, вы не сможете нормально отмасштабироваться, потому что, ну, то есть в этот момент, момент масштабирования, вы должны снимать ключевые ограничения, не распыляться на какую-то хрень, которая, не знаю, там, звонит инвестор и говорит вам, какое у него ценное мнение, что нужно, не знаю, кнопки перекрасить. Мне с этим тоже звонили. Мне звонили, что, типа, слушай, я здесь кнопку не увидел, пожалуйста, перекрась. Я такая, да, конечно. Да, 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 завтра будет. Следующий принцип, он очень важен, это роли и орг структуры должны меняться. Ну, то есть невозможно, вот, той команды, которую мы начинали, например, в начале года, когда мы начинали масштабирование, у нас было 300 консультаций, когда, ну, в месяц, когда, там, в конце года у нас было около 10 тысяч консультаций. Как вы понимаете, невозможно управлять той же самой командой, такой, ну, как бы, типа, той же самой командой делать такой рост. Команда будет меняться, ты должен адаптировать роль, ты должен адаптировать орг структуру. И тут есть очень большой момент, это то, что, скорее всего, ну, то есть то, на какую роль вы пришли, она изменится через 3-6 месяцев. И ты должен быть к этому готов. И должен быть инициатором таких изменений. Простой принцип. Внутри стартапа сделай или умри. Вот, потому что бабла у тебя не так много. С точки зрения масштабирования, ты либо за ним не поспеваешь, либо, как бы, тебе нужно быстрее масштабироваться, чтобы тебе дали денег. Это очень простой принцип. Поэтому мы всегда, как бы, пытались очень сильно сократить, что мы делаем. Пример. Пример одного из наших спринтов. За, как бы, две недели мы пересобрали полностью найм, пересобрали каналы найма, пересобрали полностью маркетинговые материалы, короче, часть продукта, запустили онлайн-записи на коленках, короче, запустили аналитику и так далее. И это, как бы, ну, типа, пример такого стандартного нашего двухнедельного спринта. Потому что ты должен очень быстро бежать, чтобы поспевать за своим паровозом. Ну, еще раз повторяемое течение. На самом деле, самая важная история, к которой вы должны быть готовы, к тому, что вот мозг у нас рисует, знаете, как, короче, рост по экспоненте. Вот, ты не знаешь, первый квартал вырос в три раза, второй квартал вырос в три раза, и третий квартал, ты говоришь, я вырос в три раза, ну, потому что я молодец, и так раньше работала. А, короче, ни хрена. Вот у вас будет стагнация, и стагнация неизбежна с точки зрения масштабирования. Вот тут, вот на самом деле для нас, я думаю, что, как бы, ну, типа, знаете, вот эти вот очень много работать, это сложно и так далее. Самый психологически сложный для нас был вот этот момент, потому что команда, которая пророст, она привыкла видеть результаты. И тут наступает стагнация, все, что раньше работало, перестает работать, команда не видит результатов, часть из нее уходит, потому что, ну, типа, они пророст, они не видят результатов. И в этот момент, на самом-то деле, все вокруг демотивированы, а вы, как руководитель, несмотря на то, что вы демотивированы, должны быть опорой на то, чтобы, ну, типа, сделать все дальше по красоте. У нас были короткие моменты стагнации, были большие моменты стагнации, и мы прям садились, переизобретали, а что мы будем делать, а зачем, а что мы можем, ну, типа, изменить вообще прям в корне продуктов. Иногда нам очень сильно помогало то, что мы прям пересобрали команду, ну, то есть пересобрали ролик, структуру вообще все, и это перезапускалось. Иногда просто, ну, типа, помогало, помогало переизобретать весь продукт, Ну, то есть от того, что, а зачем мы это делаем, а как он будет поставляться и так далее. Соответственно, у нас, на самом деле, наши принципы и наша подготовка с точки зрения того, что мы увидели во время стагнации, как мы это проходили, для нас это сработало. Мы отмасштабировались за год с 300 консультаций до больше, чем 8 тысяч в месяц. И ключевые take-aways, которые с точки зрения не решения, а с точки зрения принципов, которые нам помогли, они такие с точки зрения команды. Простите. Ключевые ставки. Нужно находиться каждый день в полях, особенно если вы ищете еще свой core, который вы будете масштабировать. Нужно постоянно держать скорость, потому что, literally, иначе вы очень просто можете скоро умереть, и вам не дадут следующий раунд и так далее. И фокусируйтесь, потому что у вас всегда будет ограничение по ресурсам, ограничение по тому, что вы делаете. И всегда будут недовольные люди, которые будут кричать, орать, топать вам в дверь и говорить, что, а почему здесь вот так, мне не нравится и так далее. Что помогло лично мне? На самом деле, потому что есть разница в том, что помогает, практически то же самое, что помогает команде и что помогает тебе. Но на самом деле, ключевая штука, которая мне помогла, это делегирование. Доверять команде и делегировать, потому что в этот момент ты понимаешь, что раньше твоя схема, что, не знаю, ты мог много чего руками сделать и так далее, перестает работать. Ну все, как бы ты зашиваешься. И в этот момент нужно очень быстро сбросить эту нагрузку, найти людей, переизменить орг структуру, поменять вообще свою роль, потому что ты вышел уже на другую позицию, ты вышел на другой, ну совершенно на другой этап. Ну необходимо экспериментировать, в том числе с орг структурой, с тем, кто у вас что делает и так далее. Не стесняться просить помощи. В какой-то момент стагнации, мы, короче, два месяца не росли и просто, ну типа, у меня уже была демотивация и так далее. И я просто попросила несколько коллег прийти к нам, ну типа, забринштормить на процессе, чтобы посмотреть свежим взглядом. И, блин, о, прикольно, оказывается, это работает. Ну, в смысле, понятно, что это работает, но иногда это даже на супервысоком уровне начинает работать. Ну и, конечно, так как это все очень сложно, жестко и, на самом деле, момент масштабирования, это такая мясорубка с точки зрения, в первую очередь, менеджера, то самое основное, что вам может помочь, это любить свою команду и любить, как бы, на типа, свой продукт. Это наша команда, которая готовила замечательную презентацию, поэтому давайте им поклопаем. И две книжки, настольные, если вы масштабируетесь, если вы, там, не знаю, там, в супербольшой неопределенности в стартапе и так далее, две книжки Scale Up и Blitzkilling, очень крутые мои настольные книги. Ну, спасибо большое, любите свои продукты, нарастите их, масштабируйте, вот, все. Спасибо, ребят. Если что, по QR-коду вы можете оставить свои пожелания докладчику и дать небольшую обратную связь по докладу, и у нас остается буквально пять минут на вопрос, и если у вас есть вопрос, пожалуйста, поднимайте руки, чтобы люди в онлайне тоже ваши вопросы услышали. Так, Ксюша, привет, спасибо большое за доклад, очень пристойно. Да, у меня два вопроса, один очень простой и один очень сложный. Первый, первый очень простой, почему Discord, а не Telegram? Кажется, что в Telegram проще людей было бы вести и все такое. Очень просто, в тот момент, когда мы запускались, в Telegram не было аудио-чатов, вот, в Discord они были всегда, поэтому, так как очень важно не с точки зрения переписки это делать, а там, в смысле, там, голосом и так далее, это был, ну, единственный тот момент, мессенджер, в котором нормально работали, ну, короче, голосовые все чаты. Понял, прикольно. Дальше следующий сложный вопрос. Что мешало, ну, то есть, что заставило вас стагнировать, и как вы, ну, то есть, ты рассказала, как вы это обнаружили, но не сказала, как вы это исправили. Хорошо. Первый момент, который мы исправили, это мы поменяли роль и орг структуру, ну, то есть, мы поняли, что, например, наш текущий медицинский отдел, ну, то есть, как бы, у нас есть стандартная проблема баланса спроса и предложения, и в какой-то момент мы просто 4 месяца не могли найти врачей, ну, то есть, нам все говорили, блин, ребята, ставки выросли на, ну, то есть, короче, ставки выросли, мы не можем никого найти, как были ли это поля, и такое продолжалось достаточно долго, вот, и это, ну, типа, ключевой был для нас ограничитель, потому что нет врачей, ты не можешь дальше никому, ну, типа, ничего масштабировать. Мы поменяли орг структуру, поменяли прям людей, которые, как бы, этим занимались, некоторые из ребят ушли на позицию ниже, вот, и это по-другому задушало, ну, то есть, мы пересобрали прям полностью все воронки и так далее. Второй момент, это был, когда мы поняли, что мы не можем расти со стороны, как бы, уже предложения, для нас это было несколько вещей, мы добавили кучу разных специальностей, мы внедрили историю с тем, что ты можешь к врачу обратиться здесь сейчас, потому что нашли аудиторию, которая, как бы, к нам не приходит, ну, то есть, потому что уже слоты все заняты и так далее, и для них становится одинаково, как сходить в клинику и пойти к нам, а ключевая наша ценность – это быть в много раз быстрее, чем оффлайн. И это, если не срабатывает, а ты, ну, как бы, обрезаешь свою ключевую ценность. Поэтому мы запустили такую мгновенную линию, вот, это сработало. Класс, спасибо большое. Коллеги, а, вот, вижу два вопросика, отлично, бегу к вам. Давай, сначала молодой человек, он быстрее поднял. Ну, в общем, короче, на самом деле, самое основное, это не то, что мы сделали, самое основное, это потому что он может быть к этому готовым, вот, и, потому что, например, моя команда, я была к этому готова, потому что я это проходила, а команда вообще не была готова, вот, и это ключевой поинт к тому, что нужно, ну, типа, что это нормально, это будет, вот. Да, Ксюр, спасибо большое за доклад, очень здорово получилось. У меня вопрос, какие там то-три стратегии тебе помогали отвечать на запросы, типа, кнопка неплохая, надо срочно исправлять, чтобы завтра было на проде, и, не знаю, ты приходила как-то, видишь деньги, да, вот это вот, типа, 20 миллионов, это 15 миллионов, это 0 миллионов. Ну, какие для тебя схемы лучше всего работали, можешь поделиться? Хорошо, давай, первый вопрос был про то, как защищать свои границы. Ну, первое, нужно идти в психотерапию и учиться защищать свои границы, потому что если вы не можете защищать свои границы, как бы, ну, типа, вообще в целом по жизни, в них очень просто залезть. Ну, то есть это первый, на самом деле, такой, мне кажется, долгосрочный, ну, долгосрочный штука, которая сработала. И из каких-то хинтов, очень просто, я знаю всех ребят, которые, ну, как бы, си-левельные, которые для нас важны, назовем это так, и какие вещи их драйвят. Например, вот, Феликс, Сева Островка, который является одним из наших очень больших потребителей, он про бизнес, но при этом очень часто у него претензии не про бизнес. И, как бы, к нему лишь просто, как бы, говорить о том, что, чувак, сейчас это не является нашим ключевым драйвером, если я сейчас отвлеку сюда команду, это нам ничего не даст. Потому что, ну, типа, таких вот, ну, типа, таких претензий очень мало. И МПС у нас сейчас практически пятерка. Ну, ну, то есть мы сейчас просто потратим в никуда. И это работает, потому что, понимаешь, какие-то корни вещи, там, человека, с которым ты работаешь. Легко аргументировать. Плюс прозрачность. Ну, то есть, как бы, если ты вовлекаешь чуваков в то, что ты, как бы, ну, типа, для них прозрачен, ты показываешь, вот наши три ключевые фокуса, вот туда мы коммитимся, вот так ты это делаешь. Добиваешься результатов, потом все меньше и меньше таких вещей становится. То есть это больше на уровне аргументов, не на уровне цифр и денег, правильно я понимаю? Ну, на уровне аргументов, цифр, всего, ну, и просто, как бы, того, что первое, ты не даешь слабину. Ну, то есть, как бы, если ты даешь слабину, тебе очень просто прогнуть. Если не даешь слабину, то, как бы, там уже начинается диалог. Понял, спасибо большое. И у нас один вопрос, одна минута. Ксения, спасибо большое за доклад. Меня зовут Юлия, у меня свое маркетинговое агентство. Вопрос к тебе следующий. Все, что ты сегодня говорила, очень сильно откликалось. Мы тоже прошли. Поделись, пожалуйста, своим личным опытом. Ты сегодня сказала такую фразу, вот когда наступает период стагнации, все в стагнации, руководитель тоже в стагнации, но он первый должен встать и сделать все красиво, как по фэн-шуй. Поделись, пожалуйста, каким-то вот личными, вот эти раз, два, три, четыре, пять, а может, там, хотя бы раз. Вот как вот, когда в стагнации, вот взять и в статик красиво сделать? Твой личный опыт, спасибо. Первое, это то, что личный опыт, что я уже в других компаниях через это проходила, и проходила успешно. И поэтому, когда ты еще раз с этим сталкиваешься, такой, окей, мы проходили. Ну, сейчас другая вещь, может быть, более сложная, может быть, не знаю, ты находишься на другой стадии и так далее, но ты понимаешь, что мы это уже проходили. Это вариант номер один. Вариант номер два, это то, что, так как, ну, типа, я люблю и всегда любила свою команду, то в этот момент у меня было просто, ну, типа, необходимо, чтобы их поддержать, и через это, ну, типа, ты выражаешь определенную, ну, типа, любовь к своей команде. Ну, то есть в этот момент у меня, скорее, не было таких, знаешь, как бы, ну, типа, больших страглос, ну, то есть они были, наверное, в первый раз, когда я проходила через такие вещи, а уже в этот момент я такой, так, мы это проходили, нужно в первую очередь успокоить команду, нужно ее поддержать, дальше, следующая история, которая, как бы, ну, типа, более применима, ты начинаешь систематизировать все, что у тебя есть. Что тебя к этому привело, какие у тебя есть ограничения, что, ну, типа, что тебе мешает, какие у тебя есть, там, ну, типа, ключевые гипотезы по росту и так далее. Когда систематизируешь, очень сильно уменьшается тревога. Ну, то есть ты такой, так, я понимаю, от чего у нас проблемы. Все, ну, как бы, систематизируешь, тревога уменьшается сильно. И, собственно, потихонечку, чтобы не выбиться из тайминга, будем закругляться. Если у вас останется вопрос о Ксении, можете к ней подойти уже в кулуарах, обсудить.